В Люберсах демонтировали незаконную торговую точку. Там продавали цветы и мясные изделия. На протяжении двух лет велись судебные тяжбы, но в итоге суд подтвердил самовольное расположение объекта. С подробностями Мария Кузьмичева. Магазин цветов и торговая зона с мясными изделиями пользовались популярностью. Удобное расположение к жилым домам и автобусной остановке давали дополнительное количество покупателей. Но и это не спасло здание от сноса. 52 квадратных метра. Такую территорию выдали собственникам под торговлю, но ему показалось мало, и он решил расширить территорию до 208 квадратных метров. Помимо прочего, он решил и обустроить подвал. На 100 квадратных метрах нулевого этажа он сначала расположил зону игровых автоматов, а затем переоборудовал в складное помещение. Собственнику в лице юридической организации ООК ОРО неоднократно присылали уведомление о том, что решение суда вступило в силу в мае 2018 года. Но он продолжал торговлю вплоть до 2 июля. Данный объект был неоднократно уведомлен о демонтаже. Ему было дано право самому провести демонтаж. Он не среагировал, поэтому сегодня администрация вынуждена своими силами такие объекты убирать, но потом взыскивать и компенсировать затраты с собственником. Сам владелец не пришел на демонтаж. Его помощник, который предпочел скрыть свое имя, утверждает, что пристройка законна. Где работала экспертиза не однажды. Смотрите, видите, вот это следы экспертизы, причем самых разных, которые назначал суд. Как утверждает Александр Семенов, собственнику в свое время был выделен только небольшой земельный участок под временное размещение торгового павильона. К тому же автобусная остановка не предполагает такой объем нестанционарного объекта. Он добавил, что после сноса и зачистки территории на данном участке будет установлен остановочный павильон для общественного транспорта. Всем привет! Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.